Сегодня Украина не готова вообще к страховой медицине. Почему? Потому что невозможно научиться читать, не зная букв. Так вот сегодня, мы говоря про страховую медицину, мы должны понимать, что в первую очередь это оплата за услугу. Или страховой фонд государственный, или страховая компания любая, она будет платить за услугу. Сегодня в Украине мы не знаем стоимости ни одной медицинской услуги. Это первое. Второе. Обязательным должно быть принятие закона Украины, который есть в парламенте. И Министерство здравоохранения не мешает тому, чтобы парламент наконец-то принял законопроект про автономизацию медучреждений. То есть медучреждения должны стать некоммерческим предприятием, и тогда туда можно будет оплачивать и страховых фондов, и страховых компаний. Следующее. Очень важным является сегодня, перед тем, как мы будем думать, где дополнительно опять с людей или с работодателей брать еще деньги, которых и так у людей нет, на страховую медицину, мы должны сегодня эффективно использовать даже те 3% ВВП, которые сегодня выделяются в бюджете. И сегодня мы это не делаем. То есть на каждого гражданина нашей страны в год выделяется 1000-1200 гривен. Так вот, где они? Мы должны посчитать, сколько стоит государству экстренная медицинская помощь, сколько стоит, и государство обязано оплатить, лечение педиатрии. Сколько стоит лечение инфекционных заболеваний и так далее, и так далее. И прогарантировать каждому гражданину за те деньги, которые есть даже сегодня, оплату этого минимального гарантированного пакета услуг. А уже дальше, только после этого, мы можем говорить про то, что искать дополнительные деньги и говорить про внедрение страховой медицины. Продолжение следует...